Телеканал КРТ представляет С тях Европейского Союза Президент Петр Порошенко Когда-то сказал Что Украина, это частыно объединенные Европы Ведь Лиссабона до Харькова Почему не до Луганска? Ну, светочей нашему Петру видней Наша же задача Отстраниться от карусели Политического кретинизма Маразма и фарса И в тишине привести свои мысли в порядок Задумавшись вот о таких вещах Быть географически в Европе Или быть там культурно и цивилизационно Это разные вещи Об этом уже говорено-переговорено Америке я не открою Другое дело быть хоть и бедным, но государством Или оставаться придатком для обслуживания Транснациональных компаний Пессимисты глядят на рейтинги И понимают, что с таким уровнем коррупции И бедности о Европе говорить и не приходится Куда там? Зимбабве, оно и в Африке А мы оптимисты знаем Что не в рейтингах спрятана суть Государство образующих процессов А в принципах устройства Самого этого государства И в тех самых европейских ценностях О которых так много наболтано И так мало сказано Чему же мнению нам довериться В этом столь деликатном вопросе? Сейчас во всех эфирах так много Экспертов, но крайне мало специалистов Все знают обо всем на уровне Цитаток из Фейсбук И рассуждают о явлениях Согласно со своими узкогрупповыми доктринами Никому нет веры, поэтому воспользуемся Старой доброй книгой по политологии Да еще и советской А самое страшное фактически Сталинского тоталитарного периода 1958 года Итак, читаем Колонии, страны или области Лишенные политической или экономической самостоятельности Ух ты, что ж это мне за страну такую напоминает МВФ потребовал, США указала Байден отсчитал, посольство настояло на необходимости принятия закона Да не может быть, мы это точно не колония У нас и гимн есть, и вышиванка Ошибка какая-то Смотрим дальше Для обеспечения своего господства над колониями Империалисты устанавливают администрацию своих чиновников Лишают местное население политических прав Захватывают в свои руки основные отрасли хозяйства Разрушают национальную культуру Да, Саакашвили, Деканаидзе, Сгуладзе, Яреська, Супрун и прочее, прочее, прочее Взятие под контроль иностранными советниками В кавычках судебной и правоохранительной системы А наши правители разве не имеют несколько гражданств? Разве их детки не учатся, живут по Лондонам и Парижам? Имеем ли мы политические права, выбирая из сфоры одних и тех же? Почему нам запрещают социальные сети, а конфеты Парашен не запрещают Несмотря на несколько фабрик в России, в жутком государстве-агрессоре А выборы с подтасованными законами и ручными результатами? Чего стоит только новый избирательный кодекс? В котором настолько путанный порядок голосования и подсчета голосов Что бедный избиратель рискует рехнуться прямо в кабинке Конечно же экономика, офшорный дерибан, продажа земли Полный контроль олигархическими группами над всей коммерческой жизнью Тотальная ресурсная, а также информационная монополия Про культуру и социальную сферу стоит сказать отдельно Культура уничтожается И под видом автентичности пропагандируется Низкопробный, галицайский, суржиковатый хутор Учебные заведения и медицинская отрасль сокращаются Несмотря на прямой запрет этого в Конституции Как же иначе? Население необходимо сократить То, что останется, должно быть здоровое и малообразованное Для обслуживания господ, пушечного мяса и низкоквалифицированной работы Читаем дальше Большинство колоний представляют собой страны, богатые полезными ископаемыми И имеющие благоприятные условия для развития промышленности до сельского хозяйства Однако империалисты препятствуют развитию промышленности в колониях Кроме добычи полезных ископаемых, первичной обработки сырья Ну, проклятые коммуниатские оккупанты! Им Путин что, денег заплатил, чтобы они такого понаписывали? Да еще в 58-м году! Мы с холодной головой посмотрим на экспортную спецификацию Украины Лес, руда, зерно, трудовые ресурсы Блин, все как в 19-м веке Касательно промышленности, то почтим ее память минутой молчания Она в виде металлолома давно уже вывезена к нашим стратегическим партнерам на Запад Закончим же мы чтение данного увесистого тома Упомянув с благовением и любострастием, а по-другому вольные потомки казаков не могут, нашу политическую элиту Цитата В колониях сознательно поддерживается господство феодальных пережитков Конец цитаты Вот те раз, власть удельных князьков, бурштыновая республика, балогино-сигаретная республика, приватизированные избирательные округа и целые партии Все по учебнику, дамы и господа Когда очередная откормленная рожа по телевизору вам рассказывает, что мы чьи-то там партнеры То следует помнить, в партнеры выбирают равных Батрак не партнер хозяину Что бы он там себе не нафантазировал Наша псевдо-элита представляет собой классическое преобделение компрадорской буржуазии То есть соглашательская часть крупных финансово-промышленных кругов, колониальных и зависимых стран Посредничающая между иностранным капиталом и местным рынком И помогающая иностранным империалистам грабить страну Ты смотри, два предложения объясняют всю странность поведения марионеток, засевших в правительственном квартале Поэтому тарифы будут расти, и лес будут рыбить, газ качать и на запад продавать Цель активности и смысл существования местечковых буржуйчиков – это маржа до понаваристей Почему из фальшивых либеральных ценностей к нам импортируют только гей-парады и гендерную мишуру с квотенфрау А не стандарты работающих политических институтов Это давно объяснил Карл Маркс, учение которого запрещено на Украине Цитируем Маркса Глубокая лицемерие, присущее буржуазной цивилизации, варварство предстает перед нашим взором в обнаженном виде Когда мы эту цивилизацию наблюдаем не у себя дома, где она приобретает респектабельную форму А в колониях, где она выступает без всяких покров Конец цитаты Некто Зеленский от данного персонажа нам демонстрирует в качестве первого лица государства Намедни заявил, что Украина, мол, страна суверенная и никто от нее ничего требовать не может Простим Голобородьке его безграмотность Ведь вместо посещения лекции, а учился наш гарант на юристов А он играл в КВН и ничего не слышал о корреспондировании прав и обязанностей Но вот к умному человеку, датскому дипломату Андерсону мы прислушаемся В 1922 году он сказал Государства, которые являются банкротами, не могут позволить себе роскошь иметь гордость Вот так украинцы Отец нации, равноапостольный и томософорный гетьман Петр Мальдивский Однажды сказал, что мы идем куда-то там своим путем И нам поможет армия Мова Вера Но вот название для этого идеального свыдомого государства так и не предложил Поэтому ставлю на обсуждение Папуа, Новая Украина И это для внештатных доносчиков СБУ Служба безопасности Украины Это вам не НКВД и даже не Гестапо Поэтому повторить подвиг ваших предков по разоблачению врагов народа у вас не выйдет Цитирование источников советского периода с целью публицистики допускается А СБУ работает только в рамках закона Правда ведь? Поэтому станем, братья, вбий кривавый, витсяну додону Вридным краю пановаты, не дамо никому Всех благ Огонь! Субтитры создавал DimaTorzok